Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 на часах. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую гостя нашей студии. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, председатель постоянной комиссии Гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Добрый день, Денис. Добрый день. Я напоминаю вам, слушателей, что вы тоже можете участвовать в нашем разговоре, то есть задавать вопросы на сайте Кирова.ру. Есть специальная форма для того, чтобы вы могли оставить свой вопрос. Так что я во время эфира буду поглядывать туда. Если у вас появится желание задать вопрос нашему гостю, то, пожалуйста, пишите. Хочу начать со следующей темы, Денис. Накануне появился традиционный ежегодный рейтинг регионов по качеству жизни. По итогам 2017 года наша область заняла 60-е место. То же самое место было по итогам 2016 года. В 2015 году мы были на 56-м месте. Сейчас смотрю на сайте. В 2014 году на 55-м. В 2013 на 54-м. В 2012 на 57-м. То есть можно считать, что последние 4 года мы скатываемся. На 60-м месте сейчас оказались. Я поясню, что этот рейтинг составляется на основе более 70 факторов. Там входит и уровень доходов населения, и занятость населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демография, экология и так далее. Мы на дне, на ваш взгляд? Я думаю, что мы еще не на дне. Мне бы как жителю города Кирова очень хотелось бы, чтобы все-таки мы как-то самоулучшали свои показатели. Но сегодня статистика такова, что я думаю, что те, кто из жителей города, удивился, что у нас такое, скажем, само место по уровню... Из 85-ти, я забыл уточнить. Да, из 85-ти регионов. Из 85-ти регионов по Приволжи, по-моему, только Тижина-Смариал, насколько я знаю, насколько я читал. Действительно, у нас отток населения, он есть. Это официальная статистика Кировстата. Люди отсюда уезжают. Люди уезжают. И те статистики Кировстата, мы же понимаем, что это те люди, которые снялись с регистрационного учета и уехали до постоянного места жительства. А сколько таких еще? Кто не снялся с регистрации, не снялся с регистрации, видел какие-то бизнес, заработки и, так скажем, развивает экономику других регионов. Я думаю, что таких на самом деле очень много. И за последнее время, за последние годы, ну вот, лично я не наблюдаю какого-то гигантского тут роста. То есть, какой-то комфортной среды для бизнеса, каких-то строительств, ну, за исключением одного, может, вот этого нашего военного предприятия, которое было построено за последние годы там на базе ВИТЭК. Кировская машина строится, наверное. Да, все остальное, я считаю, закрывается. Мы видим, как из заводов превращаются какие-то торговые центры и прочее. Поэтому я считаю, что это путь в никуда. И если мы продолжим также такое же отношение к нашему населению, то есть сюда потекут какие-то инвестиции, то я думаю, что мы и через год увидим какие-то другие цифры. Но руководство нашего региона говорит, что будет все хорошо. Все хорошо. Помните предвыборные лозунги нынешнего губернатора? Сделаем Кировскую область сильной, вместе сделаем ее сильной. Я думаю, что и вы, и я, мы хотим в это верить. Но пока, к сожалению, мы этого не наблюдаем. Вы знаете, я тут недавно такое замечание сделал, подметил. Ехал на троллейбусе и просто смотрел в окошко на автомобиле. На автомобиле. Я поразился. Сплошь идут свеженькие, далеко не бюджетные автомобили. Мерседес, Лексус, БМВ. Откуда у людей деньги? Это такой закономерный вопрос. Если смотреть на машину, у нас все в порядке. Ну, вы знаете, просто у нас очень маленькие узенькие улочки. И на таких маленьких узеньких улочках кажется, что автомобили... Если были так широкие магистрали, как и в Москве, я бы не обратил внимания. Да, поэтому я не думаю, что это основной показатель. Это очень маленький процент людей, кто это может позволить. Если мы посмотрим, какие заработные оплаты у наших в детских садах, у учителях, то я думаю, что вряд ли они даже могут мечтать о таких автомобилях. Расслоение идет, на мой взгляд, в Кире, в области? Пропасть увеличивается между теми, кто много зарабатывает и мало. Если вот в Кире мы с вами наблюдаем какую-то жизнь, то есть вечером какие-то кафе, клубы, магазины хорошие, качественные... Театры? То есть если мы отъедем километров 50 от города в любую сторону, на мой взгляд, там будет, в принципе, заканчиваться. Там реально нет инфраструктуры. Люди оттуда, как уезжали, на мой взгляд, так и будут уезжать, потому что невозможно убедить человека, допустим, если там школа закрывается, или поликлиника какая-то закрывается, или детского садика нет. То есть где-то остаться жить там, либо на селе, либо в каком-то районном центре, где нет просто работы, где из работы остались только само госучреждение. То есть большинство районов, сам рынок труда, это администрация, какой-нибудь там, не знаю, пенсионный фонд, Сбербанк, может быть, полиция, ну, полиция в смысле, и какие-то еще органы. То есть, ну, это, вы знаете, это путь никуда. Должен в первую очередь развиваться бизнес. Но когда мы все окончательно убьем, и люди все переедут, переедут и будут где-то работать по торговым центрам, какое бы желание у предпринимателя не было что-то в районе развивать, он туда никогда не будет ничего вкладывать. Потому что там просто некому будет работать. И заманить туда, допустим, будет людей достаточно сложно. И, на мой взгляд, то, что мы радовались на протяжении нескольких лет, что у нас рост ввода жилья в эксплуатацию в городе Кире, да, мы увеличивали этот год. Мне кажется, этому надо было плакать. Потому что доселение города, как было примерно там в 90-е годы, мы сейчас не берем там до человека 500 тысяч человек, так оно и сейчас примерно там 500-530 там. То есть понастроили больше, чем нужно намного. Ну, конечно, то есть это элементарные вещи. И переизбыток вот этого жилья, это показатель того, что часть людей уезжает, а заполняют эти в основном квартиры. Это миф, что у нас приезжают там из других регионов, там с севера, это единичный случай. Это, может, какие-то семейные обстоятельства вынуждают людей ехать сюда. А так переезжают просто из районов, потому что там негде работать, нет перспективы у детей, их негде там продолжить образование, то есть и так далее. Поэтому низкий уровень зарплаты. По поводу рабочих кадров, тут такой печальный пример у нас в студии приводил вице-президент ВТП Андрей Усенко, он говорил о том, что есть предприятие в Татарстане, которое занимается переработкой не деловой древесины, а сырье они берут у нас. Собственно, так приезжайте к нам, вот в район, в этот ельце, и там строите свои предприятия. Нет, мы не найдем, говорит, там людей. Вот это то, что мы о чем сейчас говорим, и мне кажется, такая проблема сейчас будет везде, хоть в сельском хозяйстве. То есть сейчас специалист, который там в сельском хозяйстве, механизатор, еще что-то, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что там у него близко к среднему возрасту, к 50 лет. То есть что будет через 10 лет, ну я не знаю, кто-то об этом задумывается или нет, я очень надеюсь, что кто-то об этом задумывается, очень надеюсь. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, это его особое мнение. Подошло время небольшой паузы, мы скоро продолжим. Особое мнение на 101FM Продолжаем наш разговор с Денисом Ерохиным. К следующей теме перехожу. Напоминаю, что вы, слушатели, можете задавать вопросы на сайте kirov.ru. Следующая тема. Те кировчане, домами которых управляет управляющая компания Нелинского района, получили квитанции за ЖКХ и заметили многие, что там изменился получатель платежей. Был расчетный информационный центр Кировской области, а теперь это расчетно-консультационный центр. Накануне Ньюслер опубликовал большой материал на эту тему. Учредитель нового получателя Наиля Акчурин некто, кировский предприниматель, который руководит благотворительным фондом «Надежда», «Янтарная слобода» и другими предприятиями. Вот многие эксперты, ну вы часто комментируете, да, коммунальные темы, эксперты и ваши коллеги считают, что таким образом деньги из-под контроля выводятся. А на ваш взгляд что происходит? На мой взгляд это действительно какая-то непонятная странная ситуация, но все, что происходит, происходит с Ленинской управляющей компанией на протяжении многих лет. Это все странная ситуация, они как бы не поддаются объяснению. Только мы недавно обсуждали, как там уволилась команда в кавычках управленцев и получили там 2,5 миллиона неких золотых парашютов. А кстати, глава администрации Леш Ульгин сказал, что он будет добиваться возврата этих денег. Это реально, на ваш взгляд? Да, он это говорил. Я, честно говоря, не готов это комментировать. Реально это нереально, наверное, приложить все усилия, он, наверное, это сделает. Но насколько это реально, наверняка в данных трудовых договорах были прописаны эти вещи. Поэтому, на мой взгляд, в плане судебных каких-то перспектив, наверное, здесь вряд ли в администрации что-то получится быстрее всего. Я, опять же, очень хочу надеяться, что я ошибаюсь, и все получится. Потому что это деньги жителей. Дома, которые обслуживает ленинская управляющая компания, это далеко не идеальные дома. Это такой, скажем, пожилой фонд. Пожилой фонд, да. И в основном в этом пожилом фонде проживают наши пенсионеры, ветераны, которые, в принципе, наверное, самые активные и добросовестные платильщики коммунальных платежей. Потому что после того, как, допустим, разносят квитанции, то в любой Сбербанк, мне кажется, там просто лучше не заходить. Они там выстраиваются в дружную очередь. То, что сейчас произошло, ну, я считаю, что в этом разберется, наверное, и глава администрации, еще что-то. Потому что я не думаю, что учредитель Сбербанка России и администрация Кировской области, по-моему, там у Риско 49% это Сбербанк, 51% это администрация области. И вдруг становится какое-то физическое лицо, частное лицо, то, ну, честно говоря, для меня эта история непонятна. Я считаю, вообще, создание самого Риско, на мой взгляд, нужно ли оно вообще? То есть я смотрел практику в других городах, как это происходит. Там есть просто организации, которые оказывают услуги управляющим компаниям по печатанию квитанции. Платят за это люди. Да, и платят. Ну, это вообще, это какие-то минимальные. Там нет, допустим, у Риско, по-моему, там то ли полтора процента отчисления, то ли, ну, вот как-то так, боюсь сейчас в цифры погружаться, могу просто ошибиться. До этого у ленинской управляющей компании был какой-то свой Риско, там вообще 3 с чем-то процентов был комиссионный сбор. Уходило на эти вещи, да? Да, то есть я считаю, что необходимо сделать, как в других городах, использовать всю лучшую практику других городов. Там сделано следующим образом. Печатается квитанция, и она единая квитанция, и напротив каждой главы идет штрих-код. И когда человек приходит оплачивать, и самооператор банка, это можно сделать на базе ВТБ, на базе Сбербанка, и самооператор банка считывает эти штрих-коды, то платеж, он сразу защипляется на получателей. То есть это идет и ресурсникам. Прямой платеж получается. Да, прямой. То есть он уходит. Минуя какие-то прокладки. Да, минуя вот эти Рисы и прочее, прочее. Вот все эти истории, я, честно говоря, против всего вот этого, то, что у нас плодят бесконечные какие-то РИЦ, какие-то МУПы, какие-то областные предприятия. Надо просто смотреть их эффективность. Если можно от этого уйти, и это все может делать банк, то давайте, так скажем, изучим, нужен ли какой-то РИЦ, и тем более РИЦ, который частный. То есть это, ну, мне кажется, у большинства людей сейчас просто вызовет какое-то недоумение. То, что, ну, как так? То есть вроде Ленинская управляющая де-факто является муниципальной, и в то же время появляется перечисление на организацию, где учредитель просто частное лицо. А у депутатов Городской думы есть полномочия поднять официально этот вопрос? Мы поднимем официально этот вопрос. Там по Ленинской управляющей еще сейчас поднимается вопрос. На сегодняшнем, буквально на днях стало известно, что выводятся большие дома. В частности, сейчас обращение, самообращение людей по улице Волково. 3, дроп 1, дроп 2. Там, значит, из Ленинской управляющей компании вывели дома на другую управляющую компанию. То есть как бы у Ленинской... Как вывели? Сами жители решили перейти в другую управляющую компанию? Нет, жители ничего не решали. Как они утверждают, что за них просто подделали протокол голосования. Вот сейчас они собирают подписи и обращаются сама в органы, обращаются в ГЖИ и прочие истории. Нам эксперты рассказывали, что это довольно распространенная ситуация. Да. Подделка этих протоколов собраний. Все, что происходит в сфере ЖКХ, я считаю, что надо просто до основания вычищать, а потом заново создавать. Потому что это, на мой взгляд, очень все непрозрачно. И люди не понимают, за что они платят, куда они платят. И с такими историями, мне кажется, у них еще меньше будет саможелания что-то оплачивать. Денис, вам вопрос есть на нашем сайте. Вопрос задает Алексей. Вы критикуете вполне законно и логично. Указываете на промахи бывшей администрации города Кирова, Быков, Перескоков. А что существенно полезного и кардинального с новой стратегией сделали новые руководители, пока мне, Алексею, не видится ничего? Интересный вопрос. Вы неоднократно говорили о том, что поддерживаете новые городские власти и возлагаете большие надежды. А вот Алексея интересует, а что они уже сделали? За что их можно похвалить? Я, может быть, частично соглашусь, но я считаю, что у нас новая власть, она буквально еще измеряется в месяцах. Четыре месяца. Да, четыре месяца. И все, что наделано предыдущим руководством самого города, то есть по всем депрозрачности всего, расходованию бюджетных средств, каких-то неэффективных мупов, то я думаю, что это в один день не сделать. Я просто считаю, что давайте поговорим об этом хотя бы через год. Вы говорили, об этом год нужно дать. Да, оценим самодействия и какие-то, может быть, неудачи, может быть, какие-то победы нашего главы администрации Ильи Вячеславовича и нашего главы города Елены Васильевны. То есть хотя бы нужно какое-то время, чтобы вникнуть и разобраться, потому что на сегодняшний день что в Думе, что на комиссиях в Думе мы постоянно что-то выясняем, постоянно выходят какие-то непонятные истории. Поэтому я думаю, что это еще далеко не последняя история, поэтому нужно просто хотя бы год, я думаю, чтобы был какой-то... Алексей, потерпите вместе с нами. Денис считает, что год должен пройти. Ну, кстати, раз уж мы заговорили о бывшем руководстве города, давайте вспомним публикацию, которую вы прокомментировали на сайте ЛДПР Кировского отделения, можно прочитать. Я имею в виду публикацию взлом Кировчанина, информацию о том, что бывший глава города Владимир Быков задержан. Увезли в ФСБ, сказали, что все, что-то такое. То, насколько активно эта новость стала обсуждаться там же, в паблике, вы назвали лучшей оценкой работы Владимира Быкова на посту главы города. Там просто многие люди писали о том, что наконец-то это произошло и так далее. Ну, новость оказалась... Это утка была, опровергнут потом информационно-английическое управление. Я думаю, что в каждой утке есть какая-то доля правды, может быть. То есть я допускаю, потому что, ну, вряд ли кто-то сидел и придумал конкретное время, когда его увезли, во сколько привезли и так далее. Я допускаю. Информацию эту чисто технически любой участник группы может, да, эту публиковать? Ну, я, честно говоря, не готов это обсуждать. Это вопрос в группе, где они взяли эту информацию и так далее. Мне так же, как и многим, дописали вечером, что такая история. То есть потом неоднократно приходили какие-то сообщения там от знакомых, от друзей. Все спрашивали друг у друга, правда это или не правда, неужели это правда. Поэтому я, честно говоря, я не знаю, может вы где-то слышали какую-то грусть по данной новости от какого-нибудь... Нет, не верили. ...саможителя. Ну, мне кажется, это может только быть от семьи Владимира Васильевича. Она только может погрустить. Все, что сделано за 10 лет в городе, это, ну, это, на мой взгляд, и есть вот самая лучшая оценка. Это проданные парки, это мупы, которые там, непонятная эффективность. Это попытка неоднократно продать центральный рынок. Это проданный сах. Это точечная застройка, которая, на мой взгляд, изуродовала город. И причем это безвозвратно. То есть эти дома уже никто никогда даже как бы не снесет, а город потерял какое-то свое лицо. Это на протяжении нескольких лет снос деревьев и баланс между сносом деревьев и высаженными деревьями до столько минусов, что он измеряется в тысячах. Я ищу таких примеров. Я думаю, что каждый житель города Кирова может приводить много. Поэтому никакой грусти, вы знаете, как бы... А на ваш взгляд, Денис, кстати, как много жителей города Кирова осознают вот эти вещи, о которых сейчас вы говорите? Действительно придают их назначение? Все осознают. Я убежден, что надеюсь, как и все, наверное, жители города Кирова, что когда-то это произойдет. Потому что, ну, невозможно. То есть есть какая-то неотвратимость вот таких вещей. То есть, ну, на мой взгляд, даже продажа парка. Вот мы все буквально читали. Вот я с собой взял газету. Наблюдатель? Да, в ответский наблюдатель. Вот только что история. Буквально 31 января арестован глава города Махачкалы в Дагестане. История один в один. То, что произошло с Парком Победы. Я думаю, вопрос времени. Потому что законодательство, что в Дагестане, который является территорией Российской Федерации, и это такая же наша страна, как Кировская область, те же законы. И я думаю, что обратят внимание и вряд ли какая-то... Вряд ли удастся, мне скажем так, уйти сама от наказания. Вряд ли. В середине часа у нас сейчас будет реклама. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, представитель постоянной комиссии Гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии, безопасности, жизнедеятельности. Полторы минуты, и мы продолжим. Давайте, Денис, сейчас поговорим о том, как живет город, о его проблемах. Вот вы недавно упомянули, что один из промоков бывшего руководства города – это плохое озеленение. Буквально недавно у нас в студии был кировский природоохранный, межрайонный природоохранный прокурор Роман Фисенко. Он приводил цифры просто выжасные. Мы вырубаем в городе деревьев намного больше, чем, собственно, их высаживаем. И, по мнению прокурора, депутаты городской думы тут могут все-таки поменять правила благоустройства. То есть закрепить четко вот настолько вырубленных деревьев мы столько-то высаживаем. Он прав? Вы можете это сделать? Я думаю, что он прав. Мы с ним на эту тему тоже общались буквально недавно. К сожалению, нет федерального закона по ограничению вырубки и высадки деревьев. В этом все правильно. Все-таки четко не зафиксировано. Да, это на федеральном уровне не зафиксировано, поэтому это может принять каждый муниципалитет. Он у нас был на комиссии нашей. Значит, он тоже нам приводил эти цифры, что из 2000 снесенных деревьев аварийных высаживаются 400. Буквально на последней думе мы получаем план озеленения и видим ту же самую историю. То есть 1650 деревьев мы в 2018 году сносим, 300 высаживаем. Пропорция примерно та же получается. Да, из 1650 деревьев мы только 150 пней достаем. То есть в Икорчевом. То есть у нас 1500 пней в городе будут, ну, как, знаете, как в делянке какой-то. Для бабушек хорошо. Присесть можно. Ну, тогда их надо повыше как бы отпиливать, чтобы они хотя бы из них лавочки делать. Ну, это да, это юмор у нас. Мы видим, как, допустим, на Дрилевской, вот напротив старой самой Коспасской, извини. Значит, напротив Октябрьской прокуратуры, по-моему, сейчас там находится, там выкладывали брусчатку и аккуратненько обкладывают вот пни, вокруг пни выкладывают вот эту брусчатку. Мы что делаем, то есть вообще. У меня только одно слово, колхоз приходит на ум. Ну, это же бред, то есть как бы, ну, я не знаю, насколько надо не любить город, чтобы вот заниматься такими вещами, чтобы вот не делать, либо это какое-то отсутствие полностью здравого смысла и вкуса, да, либо это просто вот настолько не любить свою работу, чем ты занимаешься, и вот настолько не любить свой город, чтобы вот делать подобные вещи, да. Такая история на протяжении нескольких лет, и мы на Думе спрашивали у начальника благоустройства, не превратимся ли мы такими темпами в степь, значит, он нас уверил, что нет. Ну, честно говоря, цифры... Нет и все или объяснил? Нет, он объяснил, что... не объяснил, говорит, что ситуация запущена с аварийными деревьями, и поэтому необходимо вот быстро-быстро все вот убрать. Но я считаю, что такими темпами, вот то, что нам говорят цифры, все-таки мы можем из самого зеленого когда-то города превратиться вот в такой вот каменный мешок, где, ну, будет очень такая скромная растительность. Так все-таки в силах депутатов? Я думаю, что да, мы совместно с природоохранной прокуратурой сейчас, значит, изучаем данный вопрос, как это возможно, и нужны изменения в правила благоустройства. И, конечно, будем выходить с инициативой, чтобы хотя бы либо в процентном соотношении закрепить, допустим, разницу от снесенных и высаженных деревьев, либо, там, не знаю, там, ну, в идеале, в моем понимании, это, конечно, один в один. То есть тысячу снесли, тысячу посадили. На каждое вырубленное посади, будь добр, новое, одно. Ну, я считаю, это как бы логично, и это так должно быть. А вот сити-менеджер Илья Шульгин считает, что наш город зарос, зарос кустарником. Он действительно... Напоминает лицо, небритое лицо сильнопящего мужчины, как выразился Илья Вячеславович. Я частично с ним тут тоже согласен, потому что данным вопросом-то никто не занимался на протяжении многих лет. Видимо, 10 лет некогда было этим заниматься. Нам было заниматься вот освоением бюджетных денег, продажей парков там и какими-то другими более важными делами. Поэтому действительно деревья имеют стареть. Они там, тем более в такой среде, в которой они находятся в городе, они, наверное, как-то там действительно становятся какими-то аварийными. И, ну, я считаю, что все равно все должно быть планомерно. То есть как бы если мы сколько-то снесли, то мы должны столько же высадить. Это мое убеждение, и я, по крайней мере, буду это пытаться доказать. Давайте об уборке города поговорим. Вот Шульгин ругает подрядчиков, чтобы убирали от бордюра до бордюра. Но вот пока подрядные организации коммунальные не могут так до конца выполнить его требования. Сейчас приводили, да, в перерыве пример, как в Нижнем Новгороде убирается намного лучше, намного хорошо. Ну вот, что, все без толку пока, все эти увещевания чиновников и так далее? Я думаю, что необходимо в контракты подрядчикам вводить какие-то мощные штрафные санкции по качеству уборки. Я думаю, что необходимо... Они же есть. Есть, но применяется ли они вопрос? Допустим, у нас есть гарантия на ремонт дорог. Ну вот, честно говоря, у меня большие сомнения, сколько по гарантии отремонтировал, например, КДМС дорог. То есть, если кто-то строит дорогу, они несут гарантию. То есть, так же и здесь. То есть, если кто-то плохо прибрался, должны применяться какие-то штрафные санкции вплоть до реестра по недобросовестным подрядчикам, чтобы в дальнейшем они не могли... Не сотрудничать с ними. Да, участвовать в аукционе. Такая история, как бы, она есть и во всех городах она почему-то есть. То есть, у нас, как бы, ну, я думаю, что у нас к этому придут. То, что действительно по работе часто очень бывает в Нижнем Новгороде. И тротуары очищают до асфальта. Это центр города? Это не центр даже города. Это просто вот обычные районы типа наших чистых прудов. То есть, это обычные такие спальные районы. В городе все, что остается само у бордюра, это практически вручную, маленькими тракторами все это загружают, увозят. Хотя надо понимать, что улицы там зачастую большинство, ну, если не брать центральную часть, они там шире, больше и так далее. То есть, ну, действительно стараются как-то использовать, так скажем, ну, чтобы людям было комфортно. Я думаю, что у нас к этому придут и с помощью каких-то там механизмов составят подрядчиков делать свою работу добросовестно и, как говорится, бомб ждать. — Изрядно, конечно, уборке улиц от снега мешают припаркованные автомобили на краю проезжей части, да? И вот администрация придумала выкладывать на своем сайте список тех улиц, тех мест и время с указанием времени, когда, где, собственно, будет проводиться уборка от обочины до обочины, чтобы автомобилисты посмотрели и убирали. А еще у нас муниципальную эвакуационную службу есть желание создать. Как эти идеи оцениваете? — Вы знаете, вот мы уже об этом с вами только что говорили, что вот на протяжении 10 лет мы испортили город, в том числе и точечной состройкой. У нас были такие нормы строительства, что на 15 сотках можно было выстроить там двухподъездную девятиэтажку. Соответственно, нет ни приличных парковок, ни там детских площадок. У большинства домов мы это можем наблюдать. Поэтому действительно машины сейчас становятся с каждым годом больше, потому что машины, ну, многие уже могут позволить. То есть стоимости автомобиля, они как бы абсолютно разные, и люди покупают машины. Поэтому, чтобы, допустим, их увозить куда-то, надо просто сначала дать альтернативу. — Ну, Шульгин сказал об этом, что нужно одновременные парковки развивать. — Да, нужно сдать парковки, куда человеку поставить. Если человеку лень пройти 10-20 метров, там, к примеру, да, и он оставил машину где-то посреди дороги, конечно, ее надо там самоэвакуировать, увозить, там, может, какой-то штраф давать. Но если человеку реально негде поставить, запретить можно все. Но вопрос, куда люди будут ставить свои автомобили. Просто нет мест в городе. — Можно по пути к Китая, некоторых китайских мегаполисов пойти. Нет, я имею в виду. Только тогда сможешь купить автомобиль, после того, как приобретешь гараж или парковочное место. — Ну, в советское время же именно такая же история и была. То есть, там, чтобы купить машину, сначала гараж, или наоборот, там, как-то было. Но я считаю, что сейчас мы вряд ли сможем так кардинально... — В свободной демократической стране такое невозможно. — Я считаю, что изначально надо начинать со строительства парковок, надо сносить... Вот у нас есть старые аварийные дома, там, по-моему, 230 или 240 домов, которые планируется снести. Может быть, на их месте смотреть, какие-то сделать парковки для дворов, там, для людей. И тогда, когда будут парковочные места, человек сам не будет ставить машину на обочину, потому что каждый, оставивший на обочине машину, он все равно так или иначе переживает за нее, чтобы ее там не царапнули, не зацепили, не за еще что-то дизодели. Поэтому он с радостью... Спросите любого автолюбителя, он с радостью покажите ему, куда ставить. Он будет ее ставить и уходить домой спокойно спать. — А как вам заявление, Шульгина, о том, что если и строить дом, там, на 170 квартир, то нужно, чтобы 170 парковочных мест было рядышком? Там некоторые общественники раскритиковали это предложение, потому что... — А в чем он не прав? — Просто я пытаюсь представить себе, это сколько же нужно места-то под автомобили? — Ну, вы знаете, вот, допустим, взять... — В центре города это точно невозможно, только лишь на окраине. — Ну, в центре города мы уже все испортили, все, что можно сделать. — Ну, если взять, допустим, к примеру, там, ближайшее даже Подмосковье, где земля стоит, ну, я думаю, что на порядок дороже, чем у нас в Кире, то, заезжая в любой двор, там можно не только увидеть парковку, там можно увидеть стадион для детей, там с баскетбольными кольцами, футбольными кольцами. Поэтому я считаю, что там 170, не 170, но то, что их должно быть не меньше, чем квартир, ну, я это поддерживаю. — Для вас это вполне определенно. — Да. — Денис, остается буквально минута. Что сейчас в недрах вообще, хочу спросить, постоянной комиссии-то по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности происходит. Чего ждать? Каких предложений в ближайшее время горожанам? Минута буквально. — В первую очередь мы сейчас будем добиваться того, что мы говорили по деревьям, чтобы выровнять вот этот баланс и остановить вот это тысячные потери каждый год, педусовые потери деревьев. Это первое. Второе, мы продолжаем активную работу с Т-плюсом по прозрачности, чтобы у нас жители понимали, за что они самооплачивают, они у нас активно принимают участие в работе нашей комиссии, и чтобы сделать прозрачную систему по оплате, вот именно там отопления. То есть вот это основные вещи, чтобы вот до сегодняшний день. Ну а дальше темы, они, как говорится, появляются каждый день, постоянно что-то выясняется. Поэтому будем стараться быть полезны и работать на благо горожан. — Спасибо. Истекает время особого мнения. Денис Иерохин, депутат Кировской городской думы. Всего доброго. До свидания. — Всего доброго. Особое мнение на 101FM